Добрый вечер, друзья! И давайте немножко поиграем за антропоморфных животных в игре Gunfire Reborn. И уже совсем скоро, 1 июня, у нас выходит очередное DLC. Вводят двух новых зверушек. Если не ошибаюсь, это должна быть Красная Панда или Енот и Сабунья. Будет интересно их попробовать, когда DLC будет доступно. Кажется, уже сейчас его можно купить. Ну а пока давайте поиграем за самого первого персонажа, за принца. И поехали! Пока все еще на обычной сложности. Попробуем нашу удачу. Так, у нас есть 500 монет. Ай. Потому что его хоть к другому ару. Раскладки. Что у нас есть Дятел. Арбалет с высокой скорострельностью. Есть шестигранник. С возможностью поставить щит. И есть электрическая дуга, которая наносит урон от молнии. Плюс создает и веер друтиков, которые помечают врагов. Да, давайте возьмем его. Добытный стихийный урон. Он хорош. Так, патронов у нас, конечно, мало. Но в принципе... Вначале можно упротися и совсем без патронов. Да, ульта у меня не заряжается. Я мятаю мячик. Сферу. Если быть более точным. Которая станет врага. Я наносим урон. В этом плане, конечно, ульта лисички. Самое кайфовое. Здрасте. Так, давайте пойдем в секретку. Там, говорят, надо будет немножко посражаться. Так, кажется, перелет. Пойдет. Что мы за это получаем? Новый свиток. Обычный, к сожалению. Но награждение стихии. В основании единички процентов. Здоровье. И пяти снарядов для использования оружия. Каждый раз, когда срабатывает эффект стихии. Классно. Давайте возьмем. Мне нравятся стихии. Стихии не только носят дополнительный урон. Но и накладывает на врагов всякие дополнительные эффекты. А если получится в конце игры и по нескольку стихии накладывать. Так, вообще здорово. Так, и наш первый левел ап. Кто возьмем? Наверное, попробуем прокачивать нашу ульту. Что у нас? Вылечить площадь поражения шаром. И так, чтобы уроны и эффекты контроля проходили через препятствия. Это позволит играть нам более безопасно. Либо взять шоковый клинок. В четыре раза усиливаем урон от оружия. При выстреле. После сотворения энергетического шара. И в полтора раза больше урона противникам рядом с целью. Неплохо. Давайте возьмем шоковый клинок. Запустили ульту, выстрелили, нанести кучу урона. Звучит неплохо. Давайте возьмем пушку. Но останемся с нашей. Наша все-таки получше будет. И перейдем на следующий уровень. Так, склеп Лун Лейна. Так, там кто-то явно прячется. Эд, выходи. Фу, буква закона. Буква закона, это хорошо, но у нее тоже крупные снаряды. С другой стороны. Это буква закона плюс один. В этом она лучше моей обычной электрической дуги. К тому же у моей электрической дуги есть просто множество критерий урона. А у буквы закона, мало того, что она в трех стихий может быть, более высокая скорострельность. И враги с эффектом ожога будут получать намного больше урона от оружия. Значит, есть смысл приключить ей на огонь. Давайте поменяем. Хотя мы почти зарядили. Перерабатывать оружие я, к сожалению, все еще не умею. Так, у нас огонь. Все хорошо. Особо не торопимся. Аккуратненько. Сходи. Ой-ей. Так, ну вот нас замедлили. Неприятно быть замедленным. Так, спиной к оргам не поворачиваемся. Разобрались. Открываем секрет сокровищницу. Повышаем уровень. Что возьмем? Плюс один заряд энергетического шара. Да, определенно. Теперь можем делать две ульты подряд. Складывается и наш бонус за ульту. Вопрос хороший. Который в четыре раза увеличивает. Сейчас. Сейчас. И побежим. Так. Теперь давайте здесь. Бежим, 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 бежим. Провод. Получаем за это одинокого рейнджера. Пульсидинг заряда статуса каждые полсекунды, когда нет врагов. За каждый заряд больше шансов удачного выстрела. А если полностью накопились, то плюс пять дополнительно хорошо. И давайте рискнем. Ой. Хотя ладно, щиты у нас выдержали. Возьмем еще один свиток. Энтузиаст коррозии. Распад. Замедляя скорость передвижения в два раза. И эффект мы могли поповывать уже на своей шкуре. И тут так получилось, что если я кого-то буду накладывать эффект распада, то и сам тоже буду медленнее бегать, но получать меньше урона. И быстрее двигаться при коррозийных выстрелах. Это странно. Может не стоит брать? Ну, не знаю. Или просто взять и не пользоваться коррозийными выстрелами. Ай. Хорошо, что у нас есть щит. Так, а мы идем дальше. На следующий уровень. Деревятник два. Неплохо. Ага, мои бомбы тоже считаются. Замедление. А это неприятно. Или нет, не считаются. Видимо, я тогда сам просто встал. Ладно. У нас 1155 монет. У нас есть торговец впереди. А позднее ничего хорошего нету. Нет, позднее. Деревятник. Давайте возьмем его. У него на треть больше урона. По элитным. По элиткам и боссам. И выше множитель крита. Поэтому он лучше, чем скальпель. Я думаю, да. Плюс он позволяет делать. Так. Хотя заряжается он довольно долго. Поэтому в частых перестрелках. И особенно в битвах с боссами. Я бы его все же не использовал. А что это у нас там виднеется? Ой. Может так? Да. Так. Что у нас есть? Сжигаем мосты. В полтора раза больше скорости передвижения. И 25% к урону. Когда щиты броня равны нулям. Но при этом интервал восстановления, считай брони, удваивается. Это мне очень приятно. Давайте возьмем. Посмотрим. Если действительно настолько неприятно, мы можем убрать эту вещь потом. Пошли к коне головому. Так. Я ему точно попал? Это что за... Так. Здрасте, молодой человек. Так. все горит, все полыхает молочек все, постоянно по щиту попадаю это нехорошо не успел, обидно так, попали ну все, он не жрец так, поток молний плюс 2 урон от молний плюс больше бронебойности большая скорость снарядов в два раза и перезаряжает неиспользуемое оружие нужно ли нам это? мне нравится моя хотя раз он в плюс 2 можно заменить вот так вот что у нас здесь? не шагу назад плюс 50 кроу на 12 секунд когда закончились все гранаты кормовая поступь после использования рывка активируется молния которая наносит урон и сковывает врагов да и случайные попадания не кормовая поступь она веселее жух да это поможет а тех, кто будет к нам приставать так, у нас есть красный сундук а еще у нас есть одержимость враги будут взрываться после поражения а типа а вот а 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 отлично подхил и новый свиточек свет пули плюс 25 процентов шанс удачного выстрела но каждый расходует дополнительный снаряд но пока вроде с патронами проблем нету давайте возьмем все же выше шанс удачного выстрела это намного больше урона так а вот будет не хватать патронов тогда бы надо бы что-то решать больше урона от огня в его энергетический шар с вероятностью 100 процентов повторять стихию активного оружия это классно потом еще добавить туда доминирование пламени да конечно плюс два метра к площади поражения шаром было бы неплохо но всегда хорошо нависит него стихию поэтому теперь наш ульта наносит намного больше урона это хорошо а культ в ульте мы были потом секретки секретки были с канегаловым справились вот этот сундук еще не открывали давайте откроем он предлагает потерять здоровье получить случайный обычный свиток или немножко монет конечно свиток давай идеальный шестой плюс 80 процентов урона на каждый шестой выстрел и перезарядки забрасывается слушая с этим оружием мышь не перезаряжаемся сам неплохо ой вот мне больно полетела я забыл что у меня здоров это мало надо себя беречь так у нас ищет давайте пока все кратку пойти не пойдем молодой человек на не забышь что у нас рывки неплохие неплохо надо было раньше рывок делать с ним ой рядом с срывными бочками не встаем с такими литыми ребятам лучше расправляться вот так загорел золотой лук плюс 2 это конечно неплохо но пока нам не до него ой здрасте так щиты заканчиваются надо быть чуть осторожнее а кто лучше люди уйти 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 и ты уйти пожалуйста во время рвов живем 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 как приятно жить то что возьмем больше урона от молнии не давайте плюс 200 процентов крон энергетического шара и небольшой шанс двойного взрыва это всегда звучит очень хорошо так у нас есть возможность ой 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 а мне не стоит делать рвок рядом с взрывными бочками иначе это будет очень печальный и быстрый конец этого забега так мы там где-то секретку оставляли кажется пришло время к ней вернуться здрасте ой ладно не нравится это выходить пожалуйста лушать по одному я понял чтобы не собираются исчезать причина подождем это почти зарядилась посмотрим кто там еще стоит подъем наверх не часто приходится забираться тут по лестнице ой ой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ладно мы все еще живы а вот это неприятная комната все то что там сейчас сверху начнут прыгать всякие забиться в уголок попробовать давай а ей ладно в принципе малой кровью обошлись и получаем новый сундук а в сундуке нас ждет новый свиток так товарооборот можно поставить медики чтобы обновить ассортимент неплохо но обычно дорого перекрестный огонь в основной навык восстанавливается быстрее если я использую дополнительный либо больше рывков а значит больше молний значит возможность уйти от какой-нибудь опасной атаки да мне нравится перекрестный огонь но возможно делать вот так вот звучит лучше будем так убегать от боссов и от особо настырных парней и девчонок а также тех кто не относит себя ни к парням и ни к девчонкам почему он говорит бе как он делает рывок это немножко странно так у нас первый босс обезьян давайте посмотрим что можем купить свитков к сожалению тут нету ну и ладно я думаю патронов нам хватит на обезьяна а значит погнали здоровья конечно не все надо было наверно хилку взять но ничего от его больших валунов и набегов мы наверно справимся ты куда ну ты куда милковат легендарная мы снижаем максимум здоровья но значительно увеличиваем урон от оружия и навыков да давай а теперь у нас 23 здоровья думала при этом полечат но нет зачем нас лечить так лазерные перчатки огонь плюс выше шанс возникновения эффекта стихии при каждом попадании по врагу плюс множестве крита плюс выше емкость магазина тут конечно каждый шестой выстрел наносящий на много больше урона нам не так уж подходит но возможность пополнить половину снарядов в магазине и впрочем это лучше по крайней мере чем вот эта штука хотя ей не особо пользовался давайте поднимем уровень что возьмем улучшенный щит выше скорость восстановления щита и уменьшение задержки после использования ульты неплохо или все таки вычить радиус взрыва тоже неплохо ну раз мы сейчас взяли увеличение урона от навыков путем снижения своего здоровья возможно есть смысл взять тебя да давай возьмем улучшенный щит позволит повысить нашу выживаемость что тоже немаловажно в этой игре так поток света по идее он бьет молнии но есть кое-что что мне не очень нравится оружие ближнего боя я стараюсь стараюсь сражаться все-таки держа дистанцию ушать низко безопаснее и для собственного здоровья отдыхаем и идем дальше страсти уж она выше урона таро же это явно хорошо да это нравится да это хорошо осталось еще взять свиток который превратит все наше здоровье в щиты удвоенные здрасте учета уходите не надо в меня стрелять мне это немножко не нравится я ху ой а чей-то он спиной вперед бежал странно так ульта ой Так, пусть ульта заряжается. Еще немножко. Ульта. Почему ульты? Есть ульта. Ух. У него было много щитов, но самого здоровья не так уж и много. Оказалось. Ладно. Аргус. С первой оранжевой надписью. Первое от попадания по врагу создает духа. Он будет атаковать всех, кто стоит по траектории последующего угодившего в цель снаряда? Ммм, звучит интересно. Давайте возьмем даже. Хотя, мне нравятся мои летающие штучки. И у него нет эффекта стихий. Что для нас не очень хорошо. Так, ну давай поменяем, наверное, так. На снайперку. Хотя у нас всего патронов лезает пять, поэтому нет, снайперка нам не нужна. Наш свиток, который на каждой шестой выстрел работает, на снайперку не сработает. А здесь мне очень интересно все-таки посмотреть, как вот этот вот будет распространяться. Что там у нас за дух вылетает? Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ммм. 50% шанс удвоенного расхода дополнительного навыка, но и 50% шанс нанести удвоенный урон. Ооо, высшая скорость передвижения и намного выше восстановление рука. Это же означает, что мы его можем делать теперь с вами вот так вот. И не так уж быстро он восстанавливается, конечно, да? Зато мы теперь быстрее бегаем. Нет, давайте оставим наши. Хотя брать Аргус вместе с нашим оружием не очень хорошо, потому что у него один и тот же тип снарядов. Мне нравится эта его надпись, но мне не нравится, что у него нет эффекта стихии. В этом плане моя ульта будет работать хуже, поэтому давайте все же возьмем эффект гала. И пойдем дальше. Спокойненько, не торопимся. Поиграем в снайпера лид. Ладно, уже не поиграем, нас заметили. Так, у нас есть сундучок, у нас есть снайпер. Ящерка. Только что заспавлились два койота. И вон снайпер бегает. Так, надо вставать на позицию, чтобы вынести снайпера. О-о-о. Критика. А, неплохо. Ладно, снайперка не так уж и плоха. Ну, на боссах, конечно, она так работать хорошо не будет. О-о-о, тигровая пушка плюс три. Плюс кучный снарядов, плюс сто процентов к расходу. Тип урона преобразуется в урон от молнии, что хорошо. Больше снарядов для следующего выстрела при поражении трех целей за один выстрел, плюс быстрее перезаряжается. Вроде как одни плюсы. Вроде как. Так, острые диски. Больше емкость магазина, но дольше перезаряжается. Выше множитель крита за каждый сделанный критический выстрел. Пока мы не промажем, либо не внесем обычное попадание. Выше множитель крита. И при убийстве врага есть небольшой шанс пополнить половину снарядов в магазине. Так, конечно, неплохо. Так. Че я говорил про рывки рядом с взрывными бочками? Так, давайте за 600 получим легендарный оккультный свиток. Мне кажется, это замечательная вещь. И нам предлагают запасной щит. Немедленно восстановление 40% щита и брони при его поломке. Да. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Хочу. Хочу. Нравится. Так. Нужна ли нам тигровая пушка? Как она стреляет? О, хорошо стреляет, знаете. Давайте возьмем. Побегаем. Снайперка, конечно, была хороша. Но и тигровая пушка тоже... Ничего так. Вроде как. Но снайперка, возможно, была лучше. Сейчас давайте проверим. Но мне нравится звук этой пушки. Ой, хамазан. Хотя, слушайте, одна ракета в тебя и нет врага. Ладно, тебя уже жалко тратить ракеты. Промазло. Обидно. Так, что ждет нас в этом сундуке? Улучшение шанса двойного взрыва и небольшой шанс тройного? Да. Да-да-да. Скальпель? Нет. У нас есть кузнец, который мог бы улучшить наше оружие. Но вроде такого оружия пока у нас нет, которое стоило бы улучшить. Давайте пойдем дальше. Возможно, там где-то была сокровищница. И уж точно мы оставили... Нашу снайперку на том уровне. Но ничего не поделаешь. Как от этого выжил? Так, вторая волна монстров. А там магазин был. Я бы хотел в магазин сходить, но ладно. Судя по звуку, побежать в какой-то большой и опасный. Вон, большой и опасный. Иди сюда. Заодно и сокровищницу открыли. Неплохо. Последняя волна. Самые опасные и самые страшные ребята идут. Ну все. Ну все. Ну все. Так, есть святыня грома. КВТ-снайперка. Выстрел накладывает на союзника щит. Но у меня нет союзника. А тут также кучный снаряд, плюс ток расходу. Большая емкость магазина. Так, она намного во всем лучше, чем в моей огненной бумажке. Но тут она тоже на самом деле лучше, чем моя базука. Вроде как. Но в моей базуке больше синих надписей. На одну. Рады, что тип урона преобразуется в урон от молнии. И если мы трех поражаем целей, то больше снарядов для следующего выстрела. Что тоже неплохо. Ну и быстрее перезаряжается. Давайте пока оставим это. И у нас тут была секретка. Секретка. Так, да. Больший урона от шара. 50% шанс двойного взрыва. 35% шанс тройного. И 15% шанс четверного. Да. Так. Это следующий урон. У нас секретка была. Секретка у нас вон там. Так. Приключаемся в наши свитки. Пойдем в сокровищницу. Нет. Hello. Да как так-то. Я к тебе два раза выстрелил. Давай, третий раз выстрелим. Давай. Готово. Что у нас? Дикая охота плюс 4. И все зеленые надписи, а? Нет, она не стихийная, значит не нужна. Бешеная акула. Урон от коррозии. Значит я буду сам себя замедлять. Нет. Не хочу. Что у нас еще есть? А у нас свиточек должен быть еще, да? Сундучочек. Пошли в сундучочек и посмотрим, что ждет нас тут. Тут нас ждет выбор из трех свитков. Чем дальше враг, тем больше урона от оружия. Нет навыков. Получать больше медиков. Или. Если я стою на месте. Наношу на 50% больше урона. Не, вот икры ты постоянно двигаешься. Поэтому нет. А вот высший урон от оружия. Это звучит неплохо. Хоть и не всегда осуществимо. Но, как показала практика со снайперкой. Может дать довольно неплохие результаты. Отвлад перезайдится. Так, все. Я понимаю, что... Мои свитки уже как-то не совсем малую урон носят. Это мне не нравится. О, огненный дракон. Давай. Делаем так. У нас, конечно, бонус к атакам издалека. Если кто-то будет подходить слишком близко, мы будем его шипарить огнем. Так, кузнец. Кузнец, конечно, неплох. А ты? А ты еще лучше. При убийстве киритом выпадают снаряды для активного оружия. Лучше шанс запустить дополнительный снаряд. И пусть он там стоит, летает, наносит урон. Неплохо. Так, что там говорили? Чем дальше, тем... А у меня он не долетает. Ладно, возьмем то, что долетит. Ой. Ладно. Обидно, когда оружие не долетает. Вот, хорошо. Он все еще живет. У него слабая точка, конечно, на спине. Но все равно я не ожидал, что он дружит. От прямого выстрела из ракетницы. Так, секретка. Так, аура нерваная. Все будут вращаться в кабанчиков. Ну, допустим. Держим кабанчики. Ладно, вижу кабанчика. И с кабанчиками разговор короткий. Можно с кабанчиками разбираться рыбком. Так, где... Где большой и страшный серый волк? Это пока не он. Хотя уже похож. Ой, промазали. Ладно. Не стоит недооценивать кабанчиков. Ой, здрасте. Так. Там что там там? А, так где по нам больше? Лепимся. Лепим. Готово. Лучше кабанчиков не бояться. А, прыгать им навстречу. В рывке. Так, что у нас здесь? Песочные часы. Основный навык откатывается, восстанавливается быстрее. В два раза. Но дополнительный навык откатывается за три секунды. Ну, ладно. Я не так часто использую гранаты. Я их даже не качаю совсем. А вот то, что у нас основная ульта теперь работает лучше. Это намного-намного хорошо. Хорошо. Просто замечательно. Так. Ты по мне стреляй. Так больше не стреляй, пожалуйста. Так, нам туда. Здесь у нас ничего нет. А там должны быть враги, но их пока не видно. Но, возможно, скоро они появятся. Вот, например, кто у нас здесь? Да, как-то уклонился-то. Ой. Да. А как это я промазал? Второй раз промазал ульта. Это нехорошо. Но в этот раз-то я не промажу. Ой, вот-вот присел в этот момент. Ей! Ну что, да, мне нравятся эти морозные копья. Давай. Я-ху! У-ва! У-ва-у-ва! Так. А теперь уже можно и площадь поражения шаром вылечить. Урон от коррозии нет. И дымовую карнату тоже усиливать нам не надо. Оп. Погнали дальше. Ой, это уже босс. Это уже босс. Давайте посмотрим, что у нас есть. Вот. Добавляется один случайный снаряд за пройденный метр. Хорошо. Я согласен. Хочу ли я прокачивать нам выражение? Ну. С другой стороны, шипы ледяные, но эффекта стихии-то у него нет. Ммм. А с этой пушкой я медленнее бегаю. А ладно. Я думаю, мы справимся. У нас куча рывков. Сейчас давайте восстановим наши рывки. Плюс мы можем станеть врага. Да? Да-да. А здравствует... подземный... червь. Вот. У-ва! У-ва! Какая-то, это мой ульт был в основном. Нехорошо, а? Ай. Пойдем. Помогли. Ай. Собираем все, получаем новый легендарный свиток, тяжелый щит. Уменьшает скорость передвижения на 10 секунд при получении урона, но есть 40% шансов стать неузъемом ко всему урону. 25% в битве с боссами и элиткой, да меньше скорости неприятно, но 40% шансов стать неузъемом очень даже приятно. Берем, что у нас здесь. Плюс 2 секунды, капец, вижу у него врага энергетическим шаром. Хочу. Хотелось бы что-то еще взять, конечно, но плюс 2 секунды тоже неплохо. Что у нас есть? Розовые щечки. Плюс 5 к модификатору оружия. Плюс у нее есть надпись Близнец. Общий эффект стихии, это хорошо. Общий эффект стихии, это лучшая надпись Близнец, которую я встречаю на мой счет. Так, шанс выпустить до 1 дополнительный снаряд после убийства, это хорошо. Плюс 5 к урону на 6 секунд при создании эффекта стихии, неплохо. Хорошо, давайте возьмем розовые щечки. И, о, пожиратель звезд, тоже неплохо. Можно взять вас двоих для начала. Хотя вы вовсе, у вас у обоих обычные снаряды, и вы не так много урона носите. Но, зато сейчас, когда я буду стрелять, я буду носить одновременно и огненный, и электрический урон. А еще, возможно, это означает, что и моя ульта будет одновременно носить и огненный, и электрический урон. Но это не точно. Ну, а мы приходим в следующую локацию. В пьер от дуо. Здравствуйте. Слушай, да. Он у меня носит сразу двумя стихи. И это приятно. Мне нравится скорость, которая перезагружается в ультам. Довольте лисички, это все еще не дотягивает, но... А еще вот мы вот так можем так зачаровывать врага, и они будут бить друг друга. Что тоже неплохо. Ну, и, по крайней мере, они не будут бить меня. Только, конечно, несколько хуже, чем когда они бьют друг друга. Но я не против, когда враг меня не бьет. Ой. Так, от морковок надо избавляться. Морковки, они выглядят, конечно, безопасными, но носят кучу урона. Ты что, я тут забрался? Физай. Так, нам туда, но давайте сейчас сбегаем в эту сторону, посмотрим, что у нас тут. Может быть, это секретка? Много монет, что-нибудь еще нет? Нет. Ну ладно. Погнали тогда идти дальше. Пока мы найдем какое-нибудь хорошее оружие. С таким же эффектом стихий. Ну, что это оружие наносит очень мало урона. Если бы наша урона, призма плюс 5 со сперами. Но он пробивает защиту от скакива-то препятствий. В целом-то это неплохо. Плюс у него другой тип боеприпасов, что очень даже хорошо. Давайте возьмем его. Ну, опять же, я забыл, да. Я же забываю что-то, что если я беру коррозию, то я сам себя замедляю. Что нехорошо. Ну, коррозия, она не так много урона носит. Огонь и электричество. У них нет общей фразы. Поэтому я, наверное, сейчас поменяю обратное оружие. Да, давайте поменяем обратное. Так, пойти по оружию, он нам подходит. Что у него синие патроны. Но он не подходит тем, что у него надпись «Близнец» не та. И тем, что он коррозийный. И поэтому он где-то делает его чуточку хуже. Потому что это меня замедляет. Я, конечно, могу избавиться от того свитка в любой момент. Так, пойдем сюда. Ну, пока давайте предпочтем вот эту пушку. Она явно слабее. О, это хорошо. Электромагнитный эффект. Засчитали нам очипку. Так, сразиться с мини-боссом? Да, давайте. Ой, боязно. Давайте подождем немножко. О, побежали, 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 да? Помедленнее чуть. Все хорошо. Так, здесь будет мини-босс, да? Да-да. Давай. Давай, спускайся. Оп. Так-то. О, за каждого подстрельного врага раз в две секунды будем уменьшать оставшееся время восстановления всех способностей. Да. Чаще будем использовать нашу ульту. Так, двойной клык. У него надпись не та. А вот раскалывание, оно неплохо. Единственное, что общего эффекта стихии у него нет. Но в целом он получше, чем то, что у меня в руках. В смысле, у него есть общий эффект стихии, у него своей стихии нет. Ну, давайте возьмем его. Походим немножко с такой забавной пушкой. Что у нас есть? О, 15% шанса удвоить урон от навыков. Да. Либо оружие без эффекта стихии каждые две секунды носит дополнительный взрывной урон. Равный урон от оружия. Это неплохо. Это неплохо. Ну, давайте я увеличу шанс удвоить урон от навыков. А вот если он сработает 4 раза, так и вообще будет здорово. Так, мы вышли из секретки, и там вот наверху кто-то ходит. Не ходи, пожалуйста. Слушай, а он не так уж и плохо знает. Я бы даже сказал, один выстрел, один флот. Класс. Так, блядь, да. Что у нас торговца, иммунитет к эффекту замедления и в два раза меньше урона от ловушек. Да. Теперь можем не бояться попадать под эффект коррозии. Сами, если мы будем стрелять в руках с коррозийной пушки. Это замечательно. Плюс больше зарядов энергетического шара? Да. Либо увеличить радиус взрыва еще на 2 метра, чтобы задевать больше. Нет, давайте больше зарядов. Это кажется чуть более полезная вещь. Все, уходим. Снова нирвана с уже взрывающейся фонарной духи. Допустим. Ладно, мне не нравится взрывающейся фонарной духи. Благо урона того же вроде пока хватает. О-о-о. Мерцание? Мерцание неплохо. Так, следующая волна. Давайте. О-о-о. Обидно, что этот фонарик принял на себя мою ульту. Опять. Нет, вот еще остался. А, их там много. Ладно. Ну, это было хорошо. О-о-о. Я-ху. Я-ху. Ой, ой. Это там такое нехорощое? но готова и все что нам дали небольшой пирожочек могло быть и лучше зато нам предлагают взять мерцание плюс 6 применяемые эффекты стихии распространяются на всех врагов радиусе 8 метров да хочу хочу точно что розовые щечка у нас тоже огненные мне нравится мерцание мне нравится что может быть тогда на всех врагов распространять эффекты стихий несколько хуже конечно что-то огненная ну и намного хуже то что не надпись без нее стругая а так неплохо да дать возьмем что-нибудь еще но перед этим давайте возьмемся полезный навык что у нас есть о плюс 5 зарядов энергетического шара да 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 с учетом нанести удвоенный вытройный а может даже и 4 урон и 15 процентам шансов нанести еще удвоенный урон звучит неплохо все выходим по и скоро будет босс как она все слишком быстро надевается так хотели мы к кузнецу наверно пока нет но давайте запомним что он тут есть и вообще бы к нему хотелось бы он он сам под мою пушку палец 5 дня смотрим не попускаем где-нибудь секретки так где еще кто судя по звуку а мало не идут как вы это видите как почему о о о о ничего живем живем это хорошо собираем немножко душ и пошли сюда у нас много заряда пульты мы знаем что после каждого заряда наше оружие носит намного больше урона по врагам поэтому пока вроде беспокоиться не о чем а а а а а а а а а портал открыт у нас есть буква закона шансом удачного выстрела и враги под эффектом ожога получает больше урона от оружия весь у тебя перекрывает надпись близнец в целом больше скорострельности можно саморегулировать вторую стихию который у нас будет и был есть шанс выпустить дополнительный снаряд в целом неплохо плюс у неё номерный мотивикатор лучше поэтому нам можно взять можно взять и даже прогуляться обратно до кузнеца чтобы перековать надпись так что у нас здесь больше дальность поражения я думаю да больше урона от огня конечно тоже было бы неплохо у нас огненная пушка то есть с общим эффектом стихий это было бы замечательно а у нас хотя есть сокровищница погнали сперва сокровищница тут мы там найдем что-то еще лучше так пошел наружу если бы не ульта мы с ним не справились как и не очень понимаю что там надо было делать с ним улучшенный магазин поднятые снаряды добавляются в магазин а не в запас скорость передвижения увеличивается на 25 процентов до следующей перезарядки да это неплохо осколок племени то есть больше урона от огня плюс митетка эффекта ожога и дополнительные эффекты удваиваются да 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 давай и шестигранник общий эффект стихии это хорошо вот в основном идет по удачному выстрелу и от шока сам по себе эффект стихии он не наносит наверно нет и можно поменять наверное нашу стихию на молнию так тут же должен быть сундучокик да нет я думал тут будет сундучок вот похоже нет сундучка жалко жалко хотелось бы увидеть сундучок а я его открыл уже наверно да нет не похоже что тут был сундучок ладно в любом случае давайте выходить у нас шесть зарядов открыто давайте сбегаем в начало уровня все таки поменяем надпись близнец у этого оружия вдруг мы ничего более полезного не найдем так и бежать нам куда? походу вон туда да? походу туда путь не близкий конечно но тут поднимем вот упавшую монетку говорится монетка рубль бережет о это еще несколько поэтому хорошо решили вернуться так и где же наш кузнец? мне кажется он был где-то здесь вот он я знал я знал что идешь так значит что нам надо у розовых щечек пусть будет урон огнем допустим а у тебя мы изменим надпись близнец во неплохо и наверное раз у нас есть тут эффект что больше урона от оружия под эффектом ожога а у кого там у нас был эффект что на 8 метров ну не здесь похоже жаль но тем не менее тут больше урона от оружия будут получать плюс дополнительный снаряд неплохо можно тебя усилить наверное ну давай немножко усилим ну вот так вот все все таки оренджер она почти не самая сильная из тех которых я встречал но вот давай вот вот так вот сделаем вот точно я же умею делать я же забываю про итеративный режим этого оружия а он намного мощнее но я сегодня ночной пользуюсь так по-моему мы сундучочек не открывали да как-то подозрительно дустые цветятся ну-ка купить здоровье потерять 11 здоровья получить 403 монетки неплохо а так можно было уничтожить прокрытый свиток и получить деньги за прокрытые свитки нет давайте просто получим за здоровье немножко монет 403 неплохо все равно на что 12 что 23 здоровья это разница небольшая плюс у нас есть эффект что когда у нас сломается щит он сразу же восстановится один раз в несколько секунд и у нас здесь есть булочка которая нас не полностью но тем не менее подлечит ой босс ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой страшно 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 в этом и хорошо что мы поменяли эффект стихии в этой штуке босс страшный что есть после перезарядки оружие получает случайную стихию и больше к стихийному урону бонус плюс 50 ну давай возьмем не уверен что и мне нужна случайная стихия тут повысить еще больше у тебя не я думаю так справимся но если не справимся ну упс ну упс так у нас здесь корабль или змей змей попробуем его ультой цепить да я согласен еще ультой попадать по нему конечно Ой, ой! А то и 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 ой! И омахим, а мы все в этой! Отходим! Так. А, ой! Как-то что-то делать, а? Какая неприятная штука, а? Отходим! Ой-ой-ой, отходим! Посадил же! Он шуток не понимает! Так, просто они... Ой-ой-ой-ой! 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 Нехорошо! Нехорошо! Но давайте попробуем возродиться! Может быть... Может быть шанс шесть? А где? Где? Где враг? Где враг? Куда? Куда бояться? Ладно, у него не так много тюрьмы осталось! Ух, это было страшно, это было страшно, мы даже один раз погибли, к счастью, у нас есть вот новое возрождение. Так, каменевшая кожа, после попадания врага мы получаем на треть меньше урона, да, так, что у нас еще есть, плюс 45% корону навыка, если пораженный им враг имел больше 70% здоровья, да, на боссе должно работать неплохо, вот в конце, там все скрупились в одном месте, ульта была неплохо, но в начале я ей бесщадно мазал, что не очень хорошо. А можно поменять их как-нибудь, нет, ладно, тем менее, плюс 40% корон от огня, наверное, стоит взять. Конечно, плюс 30 квадратилю щита после исполненной дымовой гранаты тоже неплохо, но давайте хотя бы стихию огня прокачаем. Что нам предлагают преисподнюю, плюс бронебойность, плюс метальная перезарядка, если есть заряд в магазине, плюс общий эффект стихии, наверное, нет. Ладно, погнали тогда в зимний бьем. Может перекучать стихию на замораживание? О, замедление. Ну, вроде работает забавно. То есть, да, пока единственный наш шанс это кидать ульту и стрелять после этого. Иначе, ну... Так, там он охотник? Так, красный сундук. Давайте возьмем его. Что он предложит? Стащить оружие во время создания. Получить проклятый свиток и оружие с хотя бы одной особой надписью. Ммм, неплохо, но проклятый свиток. Проклятый свиток он пугает. Но особая надпись это хорошо. Но проклятый свиток он пугает. Так, острые диски. Но у него нет эффекта стихии. Давайте сейчас пока подумаем. Нужна ли нам эта штука? Не, розовые щечки мне не нравятся. Как оружие? Там вот секретка есть. Слышь, я же умею делать вот так. Читуля. Попался. А, ну все, его нету. Я должен был открыть секретку. Ну-ка, так. Вот, так открыли. Знаете, давайте рискнем, наверное, даже. Получим оружие с одной особой надписью. Понадеемся, что повезет. Ну, а будет проклятие. Ну, что поделать? Что поделать? Давай. А, розовые щечки. Почему это розовые щечки? Ну, сколько он лучше, чем у моей щечки? Ну, во-первых, плюс 10. Во-вторых, шанс к новинному пополнению магазина. Промахи снаряда возвращаются в магазин. И выше скорострельность после критического попадания до нею. Не стоило оно того? Не стоило оно того. Увы. Тут как-то хотя бы бронебойность есть. Плюс выше скорострельность. И шанс выпустить дополнительный снаряд. Все-таки это лучше. А что за плохой свиток нам достался? Минус одна яничка здоровья за каждый промах. Но от эффекта нельзя уберечь. Окей. Ну, давайте пока побегаем с тобой. Надо было, наверное, саму найти пушку и потом ее прокачать. Ну, сами, ну ладно. Как там говорилось? Ура. Куда я сейчас? Так, общий множитель крит урона. Во. У вас сотканного облака уже выглядит неплохо. Хотя, опять же, у него нет стихии. Зато следующая атака носит дополнительные 30% урона по врагу пораженного и сотканного облака. Плюс больше множитель крита. Неплохо. А ты что скажешь? Тоже общий множитель крита? Нет, мне нравится, чтобы у них была общая стихия. А тут 100% к шансу срабатывания эффекта стихии. Не, я, наверное, останусь у себя, хотя сотканное облако плюс 10 мне очень нравится. Но у него нет стихии. Вот была бы у него стихия. Так, все. Мы здесь все вроде подобрали. Не все, а? Вижу, деньги лежат. И сундук. Я в прошлый раз сундук все-таки пропустил, да? А, ладно. Обратно уже не вернешься. Так. Минус 30. Получаем урона по щите брони больше нуля. И плюс 30, если щит броня равни нулю. Ну если щит броня равни нулю, считайте... У меня забег закончился, потому что с 23 здоровьями я никак не выживу. Поэтому давайте возьмем усиленную скорлупу. И постараемся выживать на щите. Ой, здрасте. Нима. Что-то что-то такое. Так, ну куда сзади стреляет? Там кто-то сзади стреляет. Отходим за скалу. Нуло. Нуло. Мишки. Нуло. Так, нету нуло. А здоровья тоже нету. Обезьянки. Живем. Мишки. Яху, да. Ой. Прячемся, прячемся за скалу. Так, он как-то у нас... Я думал, что 6 зарядов это много. Но как-то они у меня заканчиваются так. Так, минус охотник. Минус рыбак. Все. Готовенько. С супостатами разобрались. И это хорошо. Даже немножко подлечились. Что дадут? Ммм. Секунда. Гритность дымовой гранаты. Да ну нет. Можно что-нибудь на... На ульту. Ну пожалуйста. Сынк. 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 Сыне. Сынк. Как же мне нравится, когда мое льта несколько раз подряд взрывается. Так, надо было. Понимаю. Окей. Странные моржи. Странные моржи. Програждены. Так. Скоро дойдем до морозного медведя. А пока давайте посмотрим, что у нас продается. Саламандра. С общим эффектом стихии. А почему у него эффект стихии не светится? Он тоже... А, может потому что он еще в магазине. Общий эффект стихии хорошо, остальные надписи зеленые. Хотелось бы, чтобы были как минимум синие или хотя бы одна оранжевая. Гроза плюс 10. При критическом ироне есть шанс создания шаровой молнии. Это хорошо. Плюс сама по себе штука с молнией. Плюс выше емкость магазина. Но дольше перезаряжается. Но быстрее перезаряжается, если кого-то убили. И чуть выше вероятность удачного выстрела. Это неплохо. Что у нас? Мне нравится буква закона. Своим эффектом. Плюс 50 урона от пропоргук находится под ожогом. И... Поэтому пока, наверное, менять не буду. Ну что, ребята? Продолжение следует... Так, снова нирвана. Снова нло. Нету. Пятающих объектов. Есть леопарды. Есть пингвины на обезьянах. Ой-ой. Так, кажется, надо бы сейчас найти, какое иметь оружие. На плюс 10 уже, как минимум. Есть не выше. Ой. О, красный сундук. Красный сундук. Что-то хорошо. Давайте посмотрим, что она приложит. Красный сундук. Попросить оружие о помощи. За 400 монет. Ммм. Можем заменить случайно обычную надпись. На редкую. Или перевыправить все надписи, что может быть очень хорошо. Музыка, конечно, напряженная. Ну, мы можем рискнуть. У нас в целом что? Если брать тебя, зеленую надпись, если менять. В принципе, тут зеленые надписи, они все хорошие. Перевыстрелить все у тебя? Может, можно. Давайте поищем сперва оружие, которое плюс 10. Будет? Например, кавалерия вот есть. Кавалерия, она без стихии. Давайте поищем что-нибудь со стихией. Мы не помним, что у нас там есть сундук. У нас есть кузнец, который поможет нам перековать в случае чего. Кавалерия, она без стихии. Кавалерия. Так, что приложит? Больше урона от молнии. Ну, окей. Нам намекают, что мы шли по огненному электрическому пути. Судя по тем бонусам, которые мы получили. Так, нам обязательно нужно оружие на плюс 10. Ты вот что такое? О! Ты штука с двумя оранжевыми надписями. Враги под эффектом стихии получают плюс 60%, 5% урона от оружия. Это хорошо. Прикрытие шанс создания коррозийного шара. Неплохо. Плюс 40% урона от оружия, минус точность. Ну ладно. И если пустой магазин быстрее перезаряжается, неплохо. Окей, мы можем взять тебя. Мы можем переключиться на тебя. Смею все стихию все-таки на огненную. Это же огненная? Это огненная. Так. И можем, по идее, пройти вниз к сундуку и притравить зеленую надпись. Тут две. Такие оранжевые надписи, что довольно неплохие. И может быть мы сможем заменить весь урон этого оружия. Например, на электрический. Может быть на огненный. Давайте сперва навестим кузнеца. Нет, давайте сперва навестим синий и красный сундук. Почему я сказал синий? Дополняйте вы красный. Случайное оружие, наверное, нет. Замейте обычную на редкую. Да, давай. Вот у тебя. О! Большая емкость магазина, но чуть дольше перезаряжается. Ладно. Ладно. Пусть будет. Пусть будет. Теперь отправляемся к кузнецу. И говорим, перевытривай надпись, пожалуйста. Нет. А еще? А еще? Во! Теперь хорошо. Теперь хотя бы огнем будем попадать. Попали огнем. Будет у нас тогда плюс 65% урона от оружия здесь. Ну и, полагаю, нет. Наверное, тут эффект зажога не будет работать дополнительно. Хотя, мог бы. Хотя бы у нас эта пушка лучше. Давайте ее тогда улучшим. Наверное. Да, у нас очень не точная. Ну и ладно. За что у нее целых две оранжевые надписи. И пойдем в сокровищницу, проверим ее в деле. Так, что-то нам сняло большую часть щита. Так, ну, каррозийный шар я вижу. О, он сам наводится. Класс. Отходим. Слушай, ну, с таким оружием мы реже, наверное, промазываем. Ну, в целом, мне нравится его динамика. С ним не очень хорошо работает наш перк. Но чем дальше враг, тем больше урона он получает. Может, я все же что-то вроде дробовика. Но в целом... В целом, комбинация рабочая. Вот, больше... А, меньше получаемого урона за каждый потерянный процент здоровья. О, только-то... Это хорошо. Если я могу оставить у себя одно здоровье, просто помазывая из оружия. Один из двадцати трех. Это у нас сколько процентов? Не хватает. А, допустим, у нас не хватает девяносто процентов здоровья. Тогда мы будем получать в два раза меньше урона. Да, давайте. Все. Выходим из сокровищницы. И готовимся идти к боссу. Да? А-а-а. Не хотелось бы, но что поделать. Мишка, плюшивый мишка. Скажи, есть у тебя что хорошее? Есть. Добро и зло. Плюс пятнадцать процентов к шауцу удачного выстрела, когда нет ни одного прокритого свитка. Или плюс пятнадцать к максимальному счету. За каждый прокритый свиток у нас есть один прокритый свиток, поэтому да, давай возьмем. Добро и зло. Есть. Теперь. У нас наши выстрелы иногда бьют огнем. Иногда у нас работает, соответственно, крит, поэтому давай тогда. У наше основное оружие будет раскалывание. Ай. Это я зря. Вот. Сделаем вот так вот. Поднимем урон. Двести сорок семь на девять. Вроде неплохо. Плюс больше урона под оружием, если мы навешиваем на него стихию. А стихию мы на него навешиваем, если устанем. Поэтому да, погнали к мешке и постараемся выжать. Сто пять. Счета. Приди неплохо. 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 Играет музыка Играет музыка Ой-ой-ой-ой-ой, это нехорошо Ладно Играет музыка Играет музыка Скальпель нам не нужен Мешка Все, может тебя так оставить Да ладно, Мешка, не плачь Ты тоже хороший Просто так сложились обстоятельства Ладно, до встречи Играет музыка Играет музыка Челлендж Сексес Мы дошли И прошли икру Киской Давайте даже его немножко прокачаем Хотя, знаете Давайте оставим себе эти заряды, чтобы открыть нового героя Мы открыли новый свиток Перехват инициативы Плюс 45% Крону Если пораженный им враг имел больше 70% здоровья И это очень интересный свиток Мне он нравится Но время уже позднее Поэтому Спасибо всем За просмотр И... Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok